Простите, запикаем. Проект на самом деле очень классный. И вот сама идея проекта, что мы совмещаем ученых, выдающихся ученых, с людьми уже медийными, известными. И вот такой микс работает на то, что известные люди подтягивают, вытягивают на популярность людей тоже известных, но в узком кругу из мира науки. И на самом деле такая синергия, мне кажется, очень оправданная была, Дима. Как тебе показалось? Сто процентов. Тем более Наталья не случайно сказала слово «выдающиеся». И мне очень приятно, что в нашей стране вот та самая молодежь, которую мы с полным правом, в полной мере можно назвать молодежью золотой. Потому что это люди науки, это люди интеллекта, люди ума, которые уже совершили большие открытия или на пороге токовых или совмешатых в самое ближайшее время. Поэтому, конечно, проект феноменальный. Мне безумно понравилось работать, открывать для себя новые горизонты, видеть не только противных и опостывающих блогеров, не других, так сказать, позволений селебов, но вот эти прекрасные лица всех тех кристаллографов, физиков, химиков, которые превращаются одновременно в лириков в рамках этого проекта. Поэтому я вообще люблю нашу молодежь, я в восторге от молодежи. И мне приятно, что главная все-таки движущая сила проекта вместе с блогерами, певицами и так далее, все-таки это люди прекрасные, люди молодые, люди большой страны. Но они тоже раскрывались в кадре не хуже, мне кажется, всех блогеров и медийных лиц. То есть они так же жили, такие же эмоции выдавали, так же активно участвовали. И даже сейчас я наблюдаю, насколько они переживают за конечный продукт, смотрят сами проект, комментируют. То есть ребята раскрылись с медийной точки зрения абсолютно неплохо. Да, и раскрываемся мы, потому что я в самом страшном стиле, до проекта «Вызов» не мог представить, что я буду слушать Мию Бойко и Егор Шипа. Но ладно, там Пикачу, но, если ради, отмечу, что последний хит Мии Гагарин, он произвел на меня, металлиста, самое благоприятное впечатление, девушка с прекрасными вокальными данными. Так что, видите, мы еще, так сказать, и в, прости господи, селебах тоже находим какую-то золотую сермягу. Ну, я первый начну, потому что не исключено, я даже об этом говорил в эфире, что медведи его вперед, потому что с Женей мы долго и нежно общаемся. И все знают о моих блестящих совершенно взаимоотношениях с Алиной Загитовой. А здесь вот, да, 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 Женя, она является таким альтер-эго своеобразным. И, если уж говорить совсем серьезно, то я поражаюсь, насколько она может из выдающейся спортсменки вот так вот перекладывать вот этот мостик, собственно говоря, там, в видение, в комментарии, и, собственно, сколько она органично, и насколько и ребята, с которыми она выступала, в частности, из мира науки, стали близкими. Вот это тоже очень важно. Но если бы в кадре была еще и Бузова, то у тебя бы были еще фавориты. Да, но она не прошла кастинг, и есть сложных, потому что невозможно, то ли она молодой ученый, то ли все все-таки еще селеб. Ну, как тут сложно определиться, да? Да, да. Сложно. Вот Дима меня научил прыгать в воду по утрам в холодную, уже стало легче чуть-чуть. Но в целом, конечно, у меня действительно еще и медийные проекты и на России 24. Ну, в принципе, по медийным проектам тут Дима еще фор удаст. Вот. Ну и помимо этого позиция амбусмена по защите прав высокотеха, она тоже, естественно, забирает много времени. И это мне нравится, это интересно. Но в целом я бы не сказала, что эти сферы разнонаправлены. То есть вот то, что мы делаем в проекте «Вызов», да, и общаемся с молодыми учеными, и даем, надеюсь, да, после проекта им какой-то новый старт, где они могут уже на пике своей популярности, медийности быстрее продвигать свои идеи, вот эту цепочку от идеи к реализации и существовать, ну, еще быстрее. Поэтому... Да, я когда познакомился с Натальей, мне сразу пришли в голову строчки из моей любимой группы «Воскресенье», когда Алексей Романов, прекрасный, кстати говоря, поэт, помимо того, что он языкант, научи меня жить, научи меня что-нибудь делать. Поэтому, когда я видел госпожу Попову с утра, делающую мощнейшую зарядку с этими специальными какими-то резинками и гантелями, одновременно еще Наталья проводила какое-то безумное совещание, и я думаю, господи, как вообще этот человек все успевает. И когда ко мне приехал на три дня ребенок, который сестра папы, я хочу спать, я говорю, посмотри, видишь, девушка, большой начальник, омбудсмен, все дела, и там, ну что, какие у нас сегодня планы, там, инаяривает. Вот так, Миша такой, Миша встал, и тоже, глядя на Наталью, моего примера мало, стал делать зарядку и интенсивно учить английский. А я, кстати, тебе открою секрет, иногда, когда видеоконференция, да, позволяет мне выключить камеру, то зарядка, она совмещается с работой омбудсмена. Вот, поэтому на самом деле очень здорово, когда есть возможность друг от друга что-то подчеркнуть, если говорить там про совместное ведение, потому что я в эфире не скрываю, честно говоря, не то, что эгоист, но одному работать было как-то всегда с подручными, потому что это интимное дело, но мы так буквально пару программ притирались, и потом я хочу сказать, что, ну, Наталья действительно не потому, что она рядом стоит, и мы подружились, блистательная партнерша, и я надеюсь, что будем дальше продолжать так или иначе, потому что для меня это тоже хорошая школа работы в команде, потому что есть великое слово «команда», что, кстати говоря, наш вызов подтверждает и культивирует, потому что у нас же не единоличники, у нас выигрывает команда и проигрывает тоже команда, это очень важно, поэтому все вот эти тяготы лишения в данном случае и радость победы люди испытывали все вместе. Но наша команда с Димой, она точно дошла до финала. Да. Постоянно. Я не знаю, ты вот как часто бросаешь, я просто каждый день это... Мы этим занимаемся регулярно, но если говорить про съемки проектов, все-таки для меня это как большая олимпиада была, потому что на протяжении целого месяца, когда работаешь каждый день из-за Натальи, мне кажется, тоже в такую ситуацию попадало нечасто, но мы умудрялись, живя на берегу прекрасного озера, и любоваться окрестностями, и купаться в холодной воде, и зарядку делать, и на тренировки ходить, а на время просто очень много работали. И мне кажется, что вот эти вызовы каждодневные, они же тоже нас очень здорово дисциплинировали, потому что я даже потом начал скучать по такому безумному ритму, не знаю, как ты, но мне уже хочется, чтобы был второй сезон. Ну, второго сезона мы точно все ждем, но, на самом деле, вот вызовов, которые возникают вот здесь, в реальной жизни, не в формате проекта, их, наверное, для меня даже больше, и они сложнее разрешимы, потому что то, что преподносит жизнь каждый день, да, ну, это действительно вызов, и где-то, опять же, по моей основной деятельности, как омбудсмена, да, то есть у высокотеха сейчас достаточно много тех проблем, с которыми они обращаются, они малопредсказуемы, и решения, они не всегда тривиальны, а вот то, что происходило на проекте, ну, во-первых, это, конечно, безумная школа жизни, потому что это командная работа, вот Дима правильно абсолютно сказал, это наша совместная такая история, да, когда мы это проживали, и когда тренировались, и действительно это было в очень таком жестком режиме, каждодневный труд, но в целом вот этот проект, на самом деле, я для себя решила в себе в голове, да, формулировать его как отдых, потому что, ну, во-первых, август месяц мы снимали, то есть понятно, что для основной массы населения страны, это отпускной месяц, я решила, что, ну, вот прекрасная Карелия, шикарные виды, прекрасный спорт по утрам, возможность действительно реализоваться, поэтому я это воспринимала как вот некую передышку от основной деятельности, даже вот по минимуму старалась загружать себя рабочими моментами вне вызова, но это был, конечно, вызов плюс такое действительно наслаждение тем, что ты делаешь. Да, нет, но вызовы бросаем каждый день, а вот сейчас, например, то есть я ненавижу все то, что происходит вокруг, все эти опостылившие фотосессии, и я вот сейчас тоже терплю с последней силы только из-за уважения к Наталье. Ну, что такое-то? Я думала, он тоже наслаждается. Я вот наслаждаюсь, каждым днем и каждой минутой. А я терплю. Вот мы разные, но все-таки мы вместе. Там за кадром принесли две пиццы, и мы будем сейчас пить кофе с пиццей, но если уж говорить о совсем на чистоту, то самое главное открытие для меня на этом вызове сделала госпожа Попова, открыв для меня цикорий. И я теперь бесконечно пью цикорий, и мне повышается артериальное давление, улучшается работа кишечника, стимулирует сработку очень многих органов и так далее. Нет, но это надо просто прочитать. Поэтому теперь животворящий цикорий имени Натальи Поповой, он творит просто чудеса, потому что я купил очень много банок, одну встырил по традиции, естественно, с вызова в остатке, допил уже и сейчас купил новое. Так что спасибо тебе большое, подруга. Мы все на ЗОЖе были, да? Это надо Наталью, мне кажется, спрашивать на самом деле. Мужской взгляд на трудности. Мужской взгляд очень простой, милые дамы. Как пропили ребята из группы Ария, бояться не надо, душа моя будет рядом. Твои сновидения до рассвета охранять, засыпай на руках у меня, засыпай и так далее. Вот если у читательниц есть какие-то трудности, надо просто обращаться к Диме Губерниеву. Все трудности он пропоет в рамках вот такой димы как рукой с ними, абсолютно точно. То есть, если есть, например, у кого-то замечательные тещи, то можно тоже продолжать. Теща моя, ласковая. Теща моя, забудливая. Харя злая, вот такая, хочется плевать. Нахрена нужна такая мать? Поэтому творчество, мы еще элементы панк-рока вносим. Видите, у нас хоть жив. У нас, кстати, весь съемочный процесс шел через призму песнопения Дмитрия. Да, и когда мы снимали, например, при полной луне ночные кадры. Это романтик. И казалось, да, что сейчас будет этот романтик и возвращение живых мертвецов в 21 уже наступит. И вот эти замечательные песни о коррозии металла, про Люциферов, так сказать, про другую нечисть. Они очень здорово заходили и обеспечивали нам в рамках съемочного процесса такую, знаете, хорошую, здоровую атмосферу легкого хора. Вы знаете, нужно выгодно выйти замуж, я отвечу за Наталью. Нет, ну не обязательно, да, на самом деле. Главное выбрать, во-первых, свою стезю, да, потому что очень многие девчонки, кстати, вот, опять же, мы здесь сейчас фэшн-съемкой, да, занимались. И вот я знаю, что многие девчонки, которые обладают высоким ростом и красивой мордашкой, да, они делают на это ставку и думают, что, ну вот, все, сейчас она реализуется, да, за счет своих внешних данных. Вот не реализуется, потому что внешние данные, ну, во-первых, это проходящая история, а во-вторых, самое главное, конечно, вкладываться в мозг. И вот, во-первых, найти свою стезю, найти, как говорил, да, кто-то из мудрых, что если найдешь ту работу, которая будет тебе нравиться, то ты не будешь ни дня работать, потому что, ну, собственно, то удовольствие, которое ты получаешь от любимого дела, это, собственно, работой сложно назвать. А.РУ.Россия на всех каналах страны. Потому что ты это любишь. Все, ну, абсолютно точно. И продолжая разговоры, хочу сказать, что я, когда, знаешь, в свое время послал кассету на НТВ+, и мне сказали, что никогда не быть комментатором, потому что ты плохо комментируешь. Я не опустил руки, как-то я не буду комментатором. Вот такой вызов. Я начал готовиться, ходить там по разным конкурсам, решать ребусы и все такое прочее. Вот я здесь с тобой, можно сказать, на проекте вызов и на этой прекрасной фотосессии. Типа нет, надо стучаться, абсолютно точно, надо стучаться и ни в коем случае не опускать рук и вкладывать в себя. Вот это очень важно. Что именно сейчас, вот в наши времена, когда кто-то говорит, а вот у нас санкция, вот у нас там это, здесь границы закрыты, тут все запретили. Нифига, надо как раз сейчас не терять время для того, чтобы когда все нормализуется, а мы верим, что все нормализуется, вы бац, и во всеоружии. Ну и опять же, сейчас столько ниш свободных, надо голову включать, думать, где ты может быть пригоден. Ну и на самом деле, тусомап, как говорится, да, то есть, во-первых, выбираешь ту стезю, которая тебе приносит удовольствие, не сдаешься, если тебе говорят, что что-то идет не так, ты не подходишь или вообще с тобой какие-то проблемы, да, ничего подобного, то есть, двигаешься по той траектории, которую ты для себя выбрал, ну и, собственно, дальше уже двери начнут открываться автоматически. В общем, не родись красивой, а родись счастливой. Нет, подожди, это две компоненты. И трижды радостная победа, одержанная в честной борьбе. Да. Природу бережно и чутко охраняй, и соберешь богатый урожай. Ну вот по поводу красивой, Coco Chanel говорила, что если к 30 годам ты не обладаешь красивой внешностью, то это твое упущение, что любая женщина может стать красивой, главное себя преподносить. У мужчин-то как я забыл, в 20 лет, подожди, забыл, я что-то побери. Ты что-то забыл. В 40 лет не женат и не будешь, в 30 лет денег нет и не будет, а в 20 лет нет ума и не будет как-то так. Боюсь ошибиться. Печально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова